Сашенька Веселым принцем, который всегда в пришпаге, но нет у него щита. Сердцем незащитным он защищает принцип, высокий как небо принцип, а нищий сказал щита. Если в руке синица, зачем тебе небо снится? Зачем снятся в небе летящие журавли? И правда, зачем он принцу, высокий как небо принцип, если в руке синица, а зов журавлям дали? А нищий закован в латы, сытый он и богатый, смеется богатый нищий над бедным принцем моим. Ума у него палата, мешки серебра и злата, плата это весома, а все остальное дым. Если в руке синица, зачем тебе небо снится? Зачем снятся в небе летящие журавли? И правда, зачем он принцу, высокий как небо принцип, если в руке синица, а зов журавлям дали? Зачем снятся в небе летящие журавли? Зачем снятся в небе летящие журавли? Зачем снятся в небе летящие журавли? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ой-ой-ой, интересная мысль Давай, Отелло, 15 суток заработаешь Пойдем, я пить хочу Ну, пошли Научись, Эва Научи Это не твоя музыка, Лоретти Закрываемся? Да, что там внизу? Ах, петушке курочку не поделили Ясно Ну что, пошли? Иди, если хочешь Разрешите пригласить вашу девушку Пожалуйста Спасибо, позвольте Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ты обижаешься на силу? Ну, а кто обижается? Это же танец Пригласил, так пригласил Серега! Что случилось? Вот Ну? Что ну? Штаны в тему, где тапки? Ты же говорил тапки Пятьдесят колов заломил Ну так надо было брать Отработаешь потом А это кто? Белых штанах? Угу Лариска А форт чей? Бармена Севы А с чего лорка с ним? Соседка его Ну и что? Ничего Ты говоришь, сколько заломил? Пятьдесят колов Ну так надо было брать Пап, там у телефонной будки тормозни Не понял Ну там стоит девочка Которая сегодня исполняется 16 лет Ну послушай, ну как это можно? Не предупредить, ничего не сказать Можно, можно, мамуля Кстати, ее зовут Таня Таня Шадрова Ну мама водитель троллейбуса Отец дальнобойщик Ну шофер, в общем, за границу ездит А вон и она, стоп Женька Мамуль, это Женькина невеста Не говори глупостей Поздравляю с днем рождения Желаю счастья в личной жизни Евгению Чумаков Советский Союз Спасибо Прошу в машину Вот так, мамочка Здравствуйте Садись ко мне Именинница сядет здесь Почему? Поздравляем вас с днем рождения Спасибо Поздравляю Спасибо Поздравляю Меня зовут Лена А меня Таня Очень приятно Да, мы с полицейками совсем не приятно Где Сашевская? А вон у Форда. Серёга! И ты делаешь эту тачку? Эту другую, какая разница? Платят, делаю. Нашёл для кого стараться. Дурень ты, Димка. Машина разве виновата, кто её хозяин? Надо было не браться, что ли. А кроссовки? А новые джинсы? А хату, наконец, надо сделать? А, Старшевский-младший. Здорово. Здравствуйте. Ты слушай, брат, слушай. Человеком станешь. Красьте бездельничать, это плохо. А вот своим мазорем зарабатывать, это не грех. Правильно я говорю, Серёга? Правильно. Вот. А то наплодили бездельников, они только умеют с родителей три шкуры драть. Слушай, Серёга, как насчёт обеда? Ну, я думаю, время. Ну, так я вас приглашаю в Севину-Забегаловку. Идёт. Слушай, Серёга, значит, насчёт свадьбы я договорился. Ресторан, планета, отдельный зал с музыкой, в общем, всё как у людей. Понял? Понял. Ну, а потом мы возьмём винтовки новые. Антон Михайлович, а может быть, не надо спешить? Каких-нибудь два года всего-то и дело. Я понимаю, Серёга. Девка, конечно, накрученная. Но я тебе честно скажу, для жизни лучшего человека не найдёшь. Ничего страшного. Пускай ждёт и растит сына. Так надёжней будет. Понял? Ну, нифига себе. Что, у неё квартиры нет, что ли? Ну, почему нет? Есть. Но та квартира для жилья, а эта для конспирации. Что? Вот это жук. Не жук, а деловой человек. Погоди, дай срок, у Серёги получше будет. Эх, Димка, вот тут один художник, Юрий Альтицкий. У себя под гаражом двухэтажные хоромы отгрохал. Да ещё и с ванной. Вот это жук. Мы б здесь, Серёгой, такую мастерскую отгрохали. Ха-ха-ха. Эй, ладно, Димка, подрастёшь, не то запоёшь. Каждому овощу своё время. Верно я говорю, Серёга? Ну так. Ну. А ты, Серёга, требуй. Не бродушеви. Кооперативчик, так, комнатки на три. Машинку, последнюю модель. М? Антон Михайлович. Хе-хе-хе, иди кооператив. Ну, пацан, ну, пацан. Ладно, Серёга, не волнуйся. Будет тебе и кооперативчик, и машина. Всё будет. Ого. Как вы здесь устроились? Папуля? Бабусь нагрянула. Давай, собирайся. Опять по магазинам. Ой, ну давай, давай. Она в такси ждёт. Что ты делаешь? Слушай. Серёж, загони Форда в гараж. Угу. Завтра закончим. Димка, ты тоже приходи. Полировать будем? Полировка – дело кропотливое. Учиться будешь. Всё, я пошёл. Всё будет в порядке, Антон Михайлович. Лорка. Угу. А Сева тебя тогда, после бара, сюда привёз? Ты чего, сдурел, что ли? Домой, как всегда, отвёз. А откуда ты знаешь, где у него кассеты лежат? А, да это к козе понятно, где они лежат. Взял и достал. Чего ты всегда ко мне пристаёшь, а? Начинает опять… Ой. Не женись на ней, брат. Не женись. Она тебя не любит. И никогда не полюбит. Хватит. Ну, понятно, что ты это больше всех знаешь о любви. Слушай, скажи, почему мне нравится всем нравится, а? Ты сама подумай. Лоретти. А за Сергеем я, между прочим, хоть на край света пойду. Так чего ты его дёргаешь? Прямо перед свадьбой. Зачем? Хватит. На. Дело надо делать. А вы тут треплетесь. Вот чего твой брат не понимает. Дело надо делать, чтобы жить. Это как жить? А исполнять свои желания. О, и какие у тебя желания? Купаться хочу. Вот хочу купаться. Примите душ, мисс Лоретти. Ну, ладно, я пошла. Куда? На пляж. Может, подбросит кто. У тебя же нет водительских прав. На Севиной. Поехали? Вы что, ребята? Не надо. Вот ещё. Давай, Димка, ты запру в гараже. Ты чего? Мамочка. М? А, они скоро поженятся, ну, Женька и Танька. Лена, они ещё дети. Дети, это я. А они жених и девеста. Кислое тесто. Вот. Бутын ей болтунья. Ах, ничего. Ага. Ой, бедная. Ой, какой папа молодец. Можно в Дрозды? На речку. Тихое место. А я хочу на озеро. Там в воскресенье музыка и милиция. Ой-ой-ой, как страшно. Мы машину оставим в лесу, а сами рванем дискобарчик. А, в дискобарчках теперь купаются, да? Димочка, сейчас случится несчастье. Мне придется тебя высадить. Нет, зачем же? Я буду по свиданиям, как ты подбилась в гея узнать чужую машину. Если что, документы забыли в гараже. Ребят, ну что вы мудрите? Если остановят милиция, мы удерем. А Севочка как-нибудь отмотается. Ты уверена? Слушай, что у тебя с Севой, серьезно? Серега, ну ты смешной. Я давно все понял. Дуралей, я же тебя люблю. Так, Дима, закрой глаза быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, ребята! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, заряди появилось! Сейчас мы сейчас купаем! Отвяжим! Отвяжим! И... Опа! А что за машина? Форт-консул. Англия. А сколько стоит? Два чемодана денег. И чего? Рубле чего. А? Нормальная машина. Круто, да? Чего-то. Вот так. Посмотри. Горка, ну ты куда же пропастилась? Ребята, я не одна. А, женилась? Постепенилась? Ребята, у нее, кажется, появился новый братик. Да, слушай, что зайти? Мой дальний родственник. Понятно. А сколько он стоит? Слушай, купи, а? Чего купи? Не понял. Ну, тачку купи. Продаю. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ,. Разыскивается 10-го года рождения. Как? Есть телеграмма? Прошла по городу? С Теркачем давно по гаражам колымит? Почему колымит? Так, для практики. И много машин сделали? Не помню. А кто тебе платил, Сережа? Он или хозяева? По мелочам. Я спрашиваю, он или хозяева? А мне хватало. Но я же знаю, ты в училище получаешь стипендию, и при том повышенную. А нас отец бросил. Знаю, Сережа. Плохо ты жил, брат. Плохо. Почему? Потому что своими руками вкалывал. Да? Но ведь это же все противозакона, ты же знаешь. Я не воровал. Воровал, другой разговор бы был. Скажи, это Лариса тебе на угон подбила? Да нет, я один вам всем виноват. Если б тогда на дороге не растерялся, не тормознул. Я проскочил. Сегодня проскочил, а завтра. Я понимаю, тебе льстит, когда перед тобой кланяются, заискивают, деньги дают, которые ты берешь. Скажи, совесть тебя не мучает? Ну, не всем же институты кончать. Каждому свое. Каждому свое. А ты знаешь, где это было написано? Нет. На воротах фашистских лакерей. Я не знал, извините. Подпиши. Что это? Протокол и подписка о невыезде. Пока не закончится следствие, из города не на шаг. Понадобишься высылу. Подписал? Все, можешь идти домой. Домой. Сколько мне могут дать? Не знаю. Это суд решит. Когда? Неделя через две-три. Домой. Вот. 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 По-моему, хорошо. На. Извините. Сейчас заканчиваю. Пойдите в магазин, купите поесть чего-нибудь. Поесть купите. Ну, Сергей. Мама, подожди. Ну, куда ты летишь все время? Домой, домой. Постой. Скорее, ребята, что же вы? Да мы машину разбили. Мамочка. Мам. Прости. Мамочка. Мамочка. Варите пельмени. Верочка. Да, это я. Подожди. Необходимо встретиться. Сейчас. Приеду, объясню. Нетелефонный разговор. О, ну и дождик еще. Алло. Анна Степановна, доброго здоровья. Куда это вы пропали? А, болеете. На юг надо. Как? Константинович вернулся. Вот он мне и нужен. Нетелефонный разговор. Завтра нельзя. Необходимо приехать сегодня. Анна Степановна, вы мать, вы меня поймете. Не беспокойтесь. Я адрес помню. Мама, ни с кем не надо ни о чем говорить. Что надо? Что надо делать? Надо сесть, сложить руки и ждать, пока тебя посадят в тюрьму. Я виноват? Я отвечу. Вот. Вот вылитый Сташевский. Сейчас. Сейчас я ему позвоню. Мама, я прошу тебя, не унижайся. Не унижайся. Алло. Ты один? Ты можешь разговаривать? Необходимо встретиться. Завтра у садика в семь. Идет. Что? А, что случилось? Сережку. 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 Посадят в тюрьму. Вот что случилось. На, на, объясни отцу, как ты докатился до такой жизни. Он, он будет отвечать. Это я буду отвечать. Это я буду плакать. Эх, ты, похорь. Аня, что такое? Почему молчите? Алло. Что случилось? Сергей, Сережа. Будешь при меня, да? Да. Объясни толком, что произошло. Ну, и отлично. Ребята, ну... Ну, почему вы молчите? Будешь. ГОВОРЯТИ, САМАНИЯ БОГОРЯТИ, САМАНИЯ Здравствуйте, Антон Михайлович. Здорово, Серега. Ну что, вызывали? Вызывали. О ремонтах спрашивали? Спрашивали. Ну и что сказал? Сказал исключительно по дружбе, так сказать, знакомым. Ну ладно, хорошо. Да, и еще про деньги спрашивал. Ну? Сказал по мелочам там. То конфеты, то коньяк. Вот правильно, на этом и стой. Угу. А на Ларису не валил? Да что, Антон Михайлович? Да извини, со страху что не скажешь. Запомни, не ты виноват. Ты. А Антону теперь голову открутят. За что открутят? За то, что халтурили вместе. Ты думаешь, все скажут, как договаривались? Еще прибавят. Жди от людей благодарности. Ну не заводись, пойдем, пойдем. Антон Михайлович, разрешите того запорожца сделать, пока не посадили. Людям платить что-то надо. Ты нас, пожалуйста, в свои дела не впутывай. Клава, погоди. Сам заварил кашу, сам расхлебывай. Клава. У-у-у, предки, узнаю вас. Привет. Вы же не о том говорите. Не о том. Ему нужно дать денег. Много денег. Да ты пойми, Лора, в этой ситуации не откупишься. Но людям же надо платить за машину. Он разбил, а нам платить? Замолчи. Так, если вы не хотите попасть к тому следователю, то слушайте меня. Лора, что ты говоришь? Ты, папа, посмотришь машину, может быть, можно отремонтировать, так дешевле будет. Если нет, то ты, мама, устраиваешь в кузовном не очереди. Что значит устраиваешь? У нас очередь на год вперед. Вы же сделаете. Вы у меня умненькие, все можете. И денег дадите. А Сережа откупится. Так посоветовал Сева. А ты чего молчишь, Серега? Правильно я говорю? Че киснешь? Я ни у кого денег никогда брать не буду. Антон Михайлович, мы сейчас в гараж пойдем. Хорош? Или еще малость? Давай, 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 еще давай. Хорош, Серега, хорош. Сейчас уже можно металлическим. Да, красиво ты его раздел, Сергей. А что, идет своим ходом. Да уж, своим. Любого места не осталось. Да. Антон Михайлович. А? Может, подойдем? Не надо, Серега. Не сейчас. Видишь, он не в себе. Как бы он тебя монтировкой не погладил. Посмотрим. Я, конечно, понимаю, что в этой ситуации просить прощения глупо. Ну, все-таки извините меня, пожалуйста, если сможете. Ты посмотри, как ты ее изуродовал. Ну, а что? Это я тряхтую капот. Крыло срублю. Поставлю новое. Дверцы менять. Вот. Это тоже крыло срубить надо. Ну, это все полностью надо менять. Это никуда. Это никуда не годится. Нет, менять, конечно. Так. Это тоже срублю. Вот. Главное, что материал не порвало. А то новая крыша дефицит. Главное, что здесь все в порядке. Ну, через ней 15-20 ваша машина будет как новенькая. Да? Ага. Ничего, я сделаю. 20-15 дней. Я уже их штук, штук 30 сделал. Еще были похуже, чем ваша. Ничего. Папа поможет. Брат, мастер. Отремонтирую. Что ты наделал? Мы же ее не застраховали. Не заплатили долг за нее. За все буду платить я. Ну и что, миллионер нашелся? У вас запасные ключи от гаража есть? Эй, ты, автогонщик. Может, тебе еще и от квартиры дать? На блюдечке с голубой каемочкой. Антон? Да? Что такое? Я тебе не советую влезать в это дело. Думаешь? Ну, сделает он эту машину или нет? А как говорили ребята, сидеть ему два или три года. А если девчонка инвалидом останется, то все пять. Жалко. Хороший был парень. А мы тут, понимаешь, надумали свадьбу сыграть. Был. Забудь. Он за собой еще хвост приведет. Ты думаешь? Да, Антош. И пойдем мы с тобой по этапу. Здрасте, Мария Андреевна. А, Женечка. Ну, как она? Температура к вечеру подскакивает. Нервная стала. Переживает, что пока ходить не разрешают. Можно? Иди, только тихонечко. А мне сон приснился. Красиво так, будто выпускной вечер, и мы танцуем в лесу и птице. И ты меня учишь танцевать. Вальс-бастон. Да нет. Жалко. Таня, ты чего? В Карпаты без меня поедете. Еще чего? Пускай сами едут свои Карпаты. А мы на осенние боровички еще проскочим. В этом году не получится, Женя. А может, ты никогда. Ну, не говори так. Все будет хорошо. Вот увидишь. Ты кого-нибудь из наших видел? Ирку Толстик сейчас встретил. На тренировку бежала со своей подругой по сборной. Анастасия, что ли? Здоровая такая девка. Говорит, на первенстве Европы была. Записи новые привезла. Какой-то танец. Брэкдэнс, что ли. В гости звали. И ты пойдешь? Да чего я там забыл? Не пойду я. Да, кстати, у Ирки вот такая же история. С двоюродной сестрой. Пятый год уже лежит парализованная. С двоюродной сестрой. Ей даже врачи пошевелиться не разрешают. А Танина мама, представляешь, санитаркой там устроилась. А Танька такая бледная, глаза валились. Меня увидела спрашивать, почему Лену не привёл. Я говорю, в деревню отправили, всё-таки. Ну, что с рукой? Ничего, трещина. Ой, я и думала. А что ты там ищешь, Ваня? Запасные ключи от гаража. А я бы этому подонку и трёх копеек не доверил. Он не подонок. Ты видел его руки? А я видел. Потом у нас нет другого выхода. Иван, а быть может, Женя и прав. Ну, подожди. Продай и всё. Выплатим долг и дари всё ясным огнём. Жили ж мы без машины. Ну и проживём. И горя ж мы не знали. Ты же учительница. Неужели ты не понимаешь? Парень хочет как-то искупить свою вину. А пришёл он к нам, чтобы остаться человеком в собственных глазах. Остаться человеком? Да не доносок он безмозглый. Вот кто он. Не зря его из школы в ГПТУ выперли. Замолчи. Значит, по-твоему, в ГПТУ только безмозглых выбирают? А я ведь тоже оттуда. Забыл? Или ты даже про своего отца думаешь? Да, 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 оттуда. Идет о кости, с которым ты в шахматы режешься, герой за труда, между прочим. Из ромесленных училищ вышел весь рабочий класс, который сделал всё, всё, чем ты сегодня пользуешься. А я его уже с человека, с человека читал. Безмоглый ты, щану! Слышь, Серёга, сейчас тут пожрать чуть-чуть, а? Я прям подыхаю с головы. Возьми бутерброды в сумке. Мама завернула. Да ну, бутеры, бутеры. Прямо я не знаю. Сейчас бы холодничка с огурчиком, с сметанкой. Моему растущему организму нельзя это сухомятку. Ну так иди домой и приготовь. А ты один будешь пыхать. Иди, я тебе сказал. Я сам срублю морду и крылья. Скажи маме, чтобы не волновалась. Ну ладно. Привет. Ты чего? Ничего. Здорово, Серёга. Привет. Откуда запчасть? Понятное дело. Ага, из леса везти, ма. Мамаша ворует, а я отвожу. Какое счастье, что ты не стал моим родом. Для кого счастья? Для тебя или для меня? Для меня, конечно. Ну, в общем, деньги будут. Значит, договорились? Инструменты в училище ты брал сам. Понял? Смотри, через две недели директор из отпуска возвращается. Участно. Значит так. Крылья, стёкла и двери привезёт один человек. Ему же и деньги отдашь. Понял? Папуля, мы так не договаривались. Так надо. Потом сочтёмся. Значит, договорились? Договорились. Ну всё. Димку подбросьте. Ну давай, Димка, давай. Дима, ступай. Прощайте, мисс Лоретти. Лора, а ты что, не едешь? Ты ж парикмахерскую собиралась. Нет, у меня через два часа очередь. Ну смотри. Сиви машину отремонтировал? Да, а что? Обещал научить. Это сложно? А руку и сердце не предлагал? Всеволод Минчуков не верит в семейное счастье. Вы и об этом даже с ним поговорили. При свете каминок, конечно. Слушай, сядь и не уродствуй. А ты на меня не ори. Ты не дома. И я не твой папочка, и не твоя мамуля. Слушай, Сергей, что с тобой сегодня? Я так понимаю, что никакой свадьбы не будет. Это у декабристов были жены. А какая из тебя жена декабриста? А какой из тебя декабрист? Ну, о свадьбе говорила ты. А ты мечтал о семейном счастье? Ты же меня готов был убить, если я посмотрю на кого-нибудь другого. Ну, если любишь, другие не нужны. Это ты меня не любишь, Сергей. Поэтому не веришь и ревнуешь. Интересно. Интересная мысль. Если любишь, все простишь. Да? Значит, я тебя не люблю. Даже так? Вот моя мать узнала, что отец ей изменил. Выгнала тут же. С двумя пацанами осталась. Это вопрос, кого она еще больше любила. Себя или отца? А ты бы меня простила. А простила бы? Ну, тогда сыграем свадьбу. Я туда на три годика. А ты тут, Сива, на яхте кататься будешь, а? Он тебя многому научит, если не научил уже. Только зачем мне это надо, а? Я лучше делом буду заниматься. Делом. А ты ступай. Иди. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все детективы при исполнении служебных обязанностей пьют, как обычно, апельсиновый сок. Я надеюсь, вы не изменяете своим традициям. Телепатия. Спасибо, кофе. Нет, не телепатия. Просто я видел вас в ГАИ, когда оформлял своего форда. Кстати, сколько он вам стоил? Ровно столько, сколько взяла моя мать задачи после смерти отчима. Субтитры сделал DimaTorzok Куритель? Нет, спасибо. Салю? Не бурю. Чертовски устаю. Так что вас, собственно, интересует? Жалко машину? Нет. Парню жалко. Кстати, я не имею к нему никаких претензий. Если надо, могу написать. Скажите, вы Ларису хорошо знаете? Я хорошо знаю семью Деркачей. А в гараже она у вас часто бывала? Иногда. Ее отец приводил в порядок мой форда. Насколько я знаю, поездку спровоцировала Лариса. И не связано ли это с тем, что она хотела вам каким-то образом насолить? Не думаю. И потом, что значит спровоцировал? Вот Сергей решил покрасоваться перед девчонкой. А нельзя ли как-то осмотреть ваш гараж? Не понимаю. Зачем? Так, профессиональное любопытство. Ну, скажем так. Завтра утром в десять. В десять. Нет, не могу. Давайте сейчас. Простите, это просьба или... Конечно, Юля. Взяли. Аккуратнее, аккуратнее. Подвинь. Вот так. Мой гараж там. Открывайте я сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ лейтенант. О, как вы ее расковыряли. Да. И варить сам будешь? Да. И мастер поможет. Ты уверен? Обещал. Ну, ладно. Пройдем к Менчукову. Поговорить надо. Можно с вами? Конечно, можно. Ты ведь тоже участник происшествия. Пошли. Что ты лезешь? Что ты не лезешь? Вы спрашиваете, лейтенант, почему люди строят такие подвалы? А почему люди строят дачные домики, путешествуют на байдарках, ходят в горы? Вы об этом никогда не задумывались, лейтенант? Просто человеку иногда необходимо побыть одному. У меня больна мама. Она не выносит шума громкой музыки. А здесь даже соседям не мешаешь. Да, кстати, вот парусник, лейтенант, на котором я проплавал 20 лет коком. Ну, по гражданке будем говорить поваром. Это наш боцман, это капитан. Это вот Олег Шкляр, мой помощник. Мы его называли Жаботинским. За неимоверную силу. Ну что, милости прошу к столу. Кофе, чай. Кофе, пожалуйста. Сейчас включим нагреться. Спасибо. А огурчики есть? Огурчики. Ага. Ну, здесь в подвале мне говорили. А вы, лейтенант, прямо-таки Шерлок Холмс. Я бы хотел осмотреть. Сколько вам лет? 22, а что? Я в вашем возрасте тоже был фантазером. Севолод Михайлович, что в погребе? Какой погреб? Сергей, покажи. Ну, я не знаю, где. Подними ковер. Ковер. Думаете, если бармен, так значит человек с двойным дном? Но ведь бывают и такие. Дело не в профессии, Саша. Я понимаю. Но, видите ли, Севолод Михайлович, у меня создалось впечатление, что вы живете непосредством. Правильное впечатление. Я и в прошлом году пять месяцев ходил по Атлантике. Рыбку ловил простым матрасом. Вы бы там и неделю не выдержали. Севолод Михайлович, Ловко он твоего села. Какой он мой? Ты же сам говорил. Да не в этом дело. Теперь никто не открутится. Сергей! Дима! Ну, здравствуй. Привет. Привет. Здравствуй. Что-то матери долго нет. Да, все по знакомым бегает. Занять бы у кого. А, зря все. На, вот, возьми. Что ты, бать? Мне не надо. Да разве в деньгах дело? Ты в субботу, в воскресенье подойти сможешь? Смогу. Куда? Мастерские на Болотной, помнишь? Кооператив. Да. Там мастерские. Что варить? Чего варить? Передка нет. Крыльев нет. Радиатора нет. Чего варить? Да будем, Димка. Мужик тут есть один, обещал. Ты возьми. Она просила. Мать просила. Слушай, придешь, спасибо. Приду. Пока. Пока. Продолжение следует... А я его вчера видел. Где? В универсале. Девчонка с ним. Противная такая. Мороженое, говорит, хочу. Купил? Посмотрел бы, как она его лопала. Меня чуть не вывернула. Я думал, он на севере живет. А он здесь. В нашем городе. И ни разу не зашел. Дом 17. Квартира 7. 8. 8 квартира. А девочка Юлия зовут? Месяц, как вернулся. Он заходил. Ты тогда на корте был. А где он работает? Там же. В кузовном. Нам, мастерам, нельзя не иметь ни друзей, ни товарищей. Все же за горло берут. Помоги. А как отказать? Как? Ну и помогали бы сами. Сташевского зачем? За это винюсь. Винюсь. Знаете, я из него мастера хотел сделать. Парень у него исключительных способностей. Ну а в училище какая практика? Так себе. Ну а потом, помочь хотелось. Понимаете, без отца. Мать парикмахерша. Ну а мы с вами, разве не такие были? Особенно перед девчонками. Да. Извините, меня вызывали. До свидания. Зачем? Слушай, не надо. Давай лучше Яву загоним. Яву пока что металлолом. По старым связям шуровать будем. Володя, я на дискотеку. Оттуда в зеленый лук в гараже. Хорошо. Петренко. Здрасте, товарищ майор. Почему тянешь дело? Один малый вынырнул, товарищ майор. Бармен Менчуков. Я думаю, не мешало бы его прощупать. Сторож гаражей показал, что он торгует дефицитными запчастями. А в гараж к нему часто приезжает жена Деркача. А она работает на автовазе. Ниточка. Хорошо, проверяй. Ну вот, кусок работы сделали. Но вам еще пахать и пахать. Где красить, думаете? Да есть тут один старик в Жодино. Ну, хорошо. Ну, вот, пожалуй, я вам больше и не нужен. Спасибо, папа. Папа, вот тут меня Серега уговаривает в училище идти. А мама хочет, чтобы я десятилетку закончил. Иди в училище. Автомехаником будешь. Ну, а потом вечернюю. А ты меня к себе на завод возьмешь? Конечно. А Серегу? Само собой. Семейная бригада Сташевских. Звучит? Звучит. Слушайте, ребята, а вы у девочки той, что в больнице, были? Да мы у нее и не были. Как же так, а? Мы были у нее. Плохо себя чувствует после операции. Нервничает. Ходить не разрешает. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А я поесть принесла. А это наш отец. Здравствуйте. Познакомьтесь. Здравствуйте. А у меня огурчики малосольные. Ребята. Спасибо, мы уже ели. Давай. Давай, вот, возьми картошку. Ну, что вы ели? Я знаю, что вы ели. Колбасу с хлебом? Да? Мойте руки. Пойдем, Димка. Перекусим. Спасибо вам. За что? За то, что зла на них не держите. Ну, пошли. Ну, что мы все вокруг да около ходим? Ну, не могу я, понимаешь? Не могу. Ай, ну тебя. Ну, что я ей скажу, что? Да я скажу. Ты будешь молчать. Женька к ней каждый день ходит. А мы. Правильно ты сказал. С железом водимся, а человек их забыли. Сходи ты и это самое, отдай там апельсины. Что там еще? Да, а Лариска была права, что не вышла за тебя замуж. Серега, пакет забыл. Серега, ну чего ты, подожди. Ни пуха, ни пера. Здравствуй. Здравствуй. Можно войти? Да. Ты это, поправляйся, слышишь? А то мне долго сидеть придется. Ты всегда только себя любишь. Ну, так приходится ж. Здравствуй. Это Димка, брат. Привет. Ой, осторожно, упадешь. Падать на цветы, это счастье. А какой твой любимый цветок? Ромашка. Ромашка? Под негадать можно, вызовут, не вызовут. А я розы люблю. Ну, ясно, в следующий раз принесем. А вы торопитесь? Ни-а. Это хорошо. А то Женька придет, все на часы поглядывает. Ничего, мы у него их экспроприируем. Экспроприируем. Ты слог проглотил. Двоечник. А та, Серега, доктор. Так мне не приходить больше? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте, ребят, быстрее. Я спешу. У меня к вам просьба. Ух ты! Смирно давай. Хозяин будет говорить. Что тебе? Понимаете, такое дело... Целый год готовились в Карпаты. А тут и Таньку бросать вроде неудобно. Ну так не бросай. Может, пока походите к ней? Ну, походим. Что еще? Скажите, что в деревню поехал. К тетке. За этой, за Леной. Ну, а как ты после этого всего ей будешь смотреть в глаза? Так это... Из-за вас же вся эта... Петрушка заварилась. Из-за нас. Ну, так чего ты пришел к нам? Что ты хочешь от нас? Пошли, Дима. Псих. Спасибо, батя. За то, что вне очереди. Держи. Вы что? Я лишних денег не беру. Вы сами готовили, сами красили. Иди вставь в сиденье. Спасибо, Антон Антонович, спасибо. Анатолий Анатольевич, я. Извините, Анатолий Анатольевич. Ну, краска легла неплохо. Но месяца через три надо пополировать. Пока мискраска устоится, это ваш сын. Нет, мой помоложе. Вот мне бы такого, помощники. Хорошо работаете, хлопец. А, золотые руки. Ну что, Серег, поможешь тебе? Совсем старик из ума выжил. Это почему же? А потому, что Деркач бы взял. Вот он взял бы и за скорость покраски, за то, что вне очереди взял бы. Угу. Вижу я на тебя, Серега, и думаю. Еще не взлетело, крылья уже подрезаны. Рвач твой Деркачий, хапуга. Будь моя воля, я бы на пушечный выстрел не подпускал бы таких Деркачей к ребятам. Фу. Правильно говорят, научись танцевать, остальному горе научно. Хорошей ты компанией попал. Все под следствием. И твой морячок, и твой Деркач. Эх, Серега, Серега. Ты что, в больницу с концертом? Нес приятелю, не оказалась дома. Сыграешь что-нибудь? Что? Что сыграть? Брусное, веселое? Что хочешь. Мой друг, хозяин гитары, песню тут написал. Есть женщина, она как тот маяк, что в темноте так ярость и светил. И ты плывешь по рекам и морям. Доплыл, устал в душе лишь серый пепел. Я все, что буду зарабатывать, там. Я все до копейки тебе присылать буду. Есть женщина, как утренний туман, что обнимает землю на рассвете. и на ресницах слез дурман, и поцелуй, как теплый ветер, и губ тепло, и голоса ручей, но ты склонись над истиной моею. ведь нету их и слезы ты не лей. И ни о чем я больше не жалею. Вот и видишь, Танюха, я вернусь. Такие халтуры делать стану, что любые курорты, любые врачи, если надо. Сергей, да ты что, так ничего и не понял? Какие халтуры, какие деньги. А помни, Сережа, не в этом жизнь. А в чем жизнь, Таня? Ну, что ты молчишь? Субтитры создавал DimaTorzok Если в руке синица, зачем тебе небо снится? Зачем снятся в небе летящие журавли? И правда, зачем он принцу высокий, как небо, принцем, если в руке синица азов журавля дави? Прикажете шпагу в ножны, прикажете осторожно прожить на земле тревожной, согревшись чужим огнем. Но помня свою присягу, принц обнажает шпагу, вечно он будет гнаться в небо за журавлем. Если в руке синица, зачем тебе небо снится? Зачем снятся в небе летящие журавли? И правда, зачем он принцу высокий, как небо, принцип, если в руке синица азов журавля дави? И правда, зачем он принцу высокий, как небо, принцип, если в руке синица азов журавля дави? Азов журавля Субтитры создавал DimaTorzok